Всех приветствую на моем канале, а также на четвертой части создания конового приложения на Windows. В этой части я расскажу о достаточно важной теме, а именно установке своей иконки в приложении. В первой части мы установили одну из дефолтных иконок, предоставляемой Windows. Не очень информативно, правда? В Photoshop я создал свою иконку. Иконки желательно делать квадратными со стороной степени двойки, к примеру 16х16, 32х32, 64х64 и так далее. Моя иконка имеет размеры 64х64 пикселя. Не советую делать иконки больше, поскольку на рабочем столе по умолчанию размер иконки стоит 64х64 пикселя. А значит увеличив размер иконки мы не увеличим степень детализации, но размер приложения будет больше. После того, как иконка будет готова, экспортируем ее в формат ICO с помощью пладина. Если у вас такого пладина нет, то сохраняем изображение в формате PNG, а затем с помощью онлайн-конвертера, которых сейчас очень много, получаем изображение в нужном нам формате. Итак, затем нам нужно импортировать иконку как ресурс. Для этого в папке Resources выбираем «Добавить», затем «Resource». В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Импорт» и выбираем нашу иконку. Если иконка не отображается в проводнике импорта, нужно выбрать «Показать иконки» или «Все файлы». После загрузки иконки в проект осталось загрузить ее в приложение. За загрузку иконки отвечает функция «Load Icon». Для загрузки своей иконки первый параметр вместо «Null» должен быть «Hinstance with Winmate». Вторым параметром мы указывали иконку. Нам нужно создать ресурс иконки с помощью функции «Make into resource», единственным параметром которой является номер загруженной нами иконки. Он находится в сгенерированном файле «Resource.h». Обычно номер задефайнен как «idicon». Обязательно включим этот файл в проект, а затем впишем номер в функцию. Теперь при запуске приложения мы увидим нашу иконку. Создаваемый «exe» файл также будет с этой иконкой. Теперь ты также сможешь установить свою иконку в приложении. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал. В следующей части я расскажу о стилях виджетов и функциях работы с ними. Субтитры создавал DimaTorzok